Как вам такое? Значит, Кадыров объявил кровную месть своему соседу по Кавказу, соответственно, сенатору Керимову, Сулейману Керимову. И что он сделал после этого? Внимательно. Он улетел в Саудовскую Аравию. Как вам вообще сам подход? Да, они там это все обосновывают, что у них дела, политические встречи, посещение мечети и, соответственно, все, что связано с религиозными обрядами. Это вроде как здорово, но все-таки Рамзан Ахматович, он известен больше как видный политический лидер. Российский? Не факт, что российский, но точно чеченский. Кадыров улетел и обещал вернуться, но в Чечне его после таких громких заявлений нет. То есть, другими словами, что происходит? Происходит вот это, ну что ли, они пытаются показать, кто самый крутой на Кавказе, у кого больше всего яиц, ну в смысле политических. И, соответственно, у Керимова тоже решили не ждать, когда к ним придут люди с оружием в дом, и решили продемонстрировать свои возможности. И уже вот несколько дней подряд публикуют слова поддержки на телеграм-канале за нашего Сулеймана. За пять дней набрали аж почти шесть тысяч подписчиков. Это очень интересно. Я так понимаю, что подписка на этот телеграм-канал в Дагестане, она в принципе обязательно. Я, соответственно, при службе Сулеймана Керимова могу сказать, я тоже подписался, так что можете поставить плюсик, что вы работаете в поте чола. Ну, то есть, очень хорошо работаете. После дерусификации региона я вам объясню, что такое чоло. Но не об этом. Вопрос в следующем. Феодалы Путина продолжают демонстрировать свою готовность выяснять отношения между собой по законам гор. То есть, а, они игнорируют Путина, б, игнорируют российское законодательство. Значит, Кадырова встречают как-то вот так сейчас на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии. А у Керимова в качестве аргументов, ну, вот такие вот выступления. Массовка. Коллектив Тербенского медицинского колледжа имени Гавриила Абрамовича Елизарова вместе с миллионами единомышленников высказывается в поддержку сенатора Сулеймана Керимова. Вместе мы, та самая непреодолимая стена, о которую в трепески разобьются все злобные попытки наших недоброжелателей. По поводу чего кипыш, понятно. По поводу кровной мести, соответственно, злобные попытки в данном случае у Кадырова и его клана. И надо отдать должное, что они в части показухи выдают намного более зрелищные картины. Значит, после того, как Кадыров-старший объявил о кровной мести, в Чечне прошел военный парад. Ну, один из таких многих военных парадов, которые призваны показывать, что сила у тех в России, у кого пулеметы и автоматы и деньги. Судя по визиту в Саудовскую Аравию, в случае чего Кадыров найдет союзников и найдет государство, которые очень быстро признают Чечню в качестве независимого государства. Но вот смотрите, в рамках противостояния с Дагестаном в Чечне прошел парад. Вот мы его видим. Это эпично. Орденом Кадырова подполковник полиции Эдилов Тимур Саид-Магомедов. Кто-то скажет, что парад небольшой, но знаете, Адам Кадыров, он только входит в публичную политику, которая формируется, естественно же, по законам гор. Самое главное, это вот здесь. То есть Керимову передают привет. За тобой наблюдает большой брат по соседству. Вообще неплохо у них там устроено. А Кадыров вручает орден имени Кадырова. Проводит соответствующие парады, проводит мощную дипломатическую работу с арабскими странами Ближнего Востока. И мы все понимаем, что Чечня — это не Россия. Если и есть какая-то временная структура, ее в таком политологическом плане правильно описать, как конфедерация России и Чечни. Но, с одной стороны, разборки в горах, на Кавказе, дагестанцы против чеченцев и наоборот. А есть же еще третья там сторона. Это так называемый федеральный центр. И в этом федеральном центре говорят, что, слушайте, так Кадыров плюет на Москву длительное время. Я тут раздобыл такой эфир, который прозвучал и был выдан миру еще до слов Кадырова о кровной мести. Кадыровцам в Москве начинают выставлять претензии не только по кровной мести. Там целый набор. Про нашу любимую республику Чечня, про переименования, которые там внезапно произошли. Были ли они согласованы с Кремлем? И почему, если были, это согласование, скажем так, утвердили? А вот и не было это согласовано с Кремлем. То есть, Чечня под руководством Рамзана Ахматовича, соответственно, все, что было принесено Российской империей и запечатлено на картах, в названиях, то есть, это помимика, все это понемножечку убирается, убирается, убирается. То есть, это нормальный процесс государства, которое вышло из-под наколониального гнета. И в данном случае, я говорю, о Чечне. Вы посмотрите, как они его боятся в Москве, заискивают, но все-таки пытаются как-то сказать, что Рамзан, что же ты делаешь? Ваше мнение, что делает Рамзан? Мне кажется, Рамзан строит свое собственное государство. Султанат. У меня к тебе, Володь, такой вопрос. Мне часто предъявляют по поводу того, вот ты хорошую фразу сказал, дергать за усы, что я дергаю за усы и вообще развожу межнациональную рознь, когда поднимаю подобного рода темы. И, честно говоря, я даже недавно задумался, а может быть, действительно в этом смысле надо быть потише, зачем все это делать? Но разве можно пройти мимо вот такой новости? Не надо проходить мимо такой новости. Во-первых, у нас интернет-сообщество, которое все замещает и не даст это сделать. Ну и потом вот прятать голову в песок и думает, только лишь бы, ну, не разжечь. Не надо разжигать. Вот не надо действительно разжигать, но здесь надо просто мягко заметить к чеченскому руководству, что действительно, ну, не надо разжигать. И это говорят фашистские нацисты, которые забаррикадировались в Москве по поводу изменений названий. По поводу кровной мести они пока ничего не говорят, делают вид, что они умерли. Ну, в смысле их нет. А мы знаем, где они. Знаем, где комсомольская правда. Мы вообще все знаем. Ну, зачем вот на пустом месте? Вот зачем? Ну, как будто это такой пиар. Как будто действительно чеченскому руководству сейчас даже в смысле приятно, что мы все о нем говорим. А ему за это ничего все равно не будет. Да, ему все равно не будет. Но это таким образом, это даже не разжигание. Мы таким образом поднимаем авторитет Рамзан Ахматовича. Он же, в том числе, мы же ничего, ну, мы не говорим про него, но мы снова говорим, что он на особом положении. Мы каким-то даже образом высказываем ему большое, глубокое уважение. Потому что они все прекрасно знают, что российское законодательство на Рамзана Ахматовича и на Чечню не распространяется. А правила гор – это вот вопрос. В зависимости от того, что они скажут. Обидят Кадырова, ну, и все. И он им потом будет объяснять по законам гор, как правильно поступать. А законы гор, они такие вот суровые. Словами, может быть, не самыми приятными, но вот, пожалуйста, вся федеральная общественность сейчас просто снова качает головой и говорят, о, как силен Кадыров, если он может себе это позволить. Вернусь к вашему тезису о том, что вы уверены, что в администрации президента это не было согласовано. А почему? Почему бы и нет, что называется? Ну, если Рамзан Ахматовичу нужно периодически подчеркивать собственный авторитет среди своих же граждан, то почему бы не давать ему такую возможность? Ну, например, такие гипотетические рассуждения для федерального центра. Вообще, есть мнение, что Кадыров настолько обнаглел по российским меркам, что занимается не только переименованием, не только он создал свою собственную армию, но и вообще фактически демонстрирует, что не факт, что Путин главный в данном случае. И вполне возможно, все эти истории с заказом киллеров, которые должны были пробраться в его дворец и убить Кадырова, якобы за это готовы были заплатить Керимов и, соответственно, другие товарищи из Дакистана. Это такая игра Кремля, что Путин этим занимается. Это Путин таким образом отправляет черную метку Кадырову. И это абсолютно не исключено. Вопрос в том, а, вернется ли Кадыров из Саудовской Аравии, и, б, что он будет делать. Потому что у Путина все-таки есть некоторый объем инструментов для того, чтобы минусовать людей. И Кадыров, кстати, это тоже знает, поэтому он и готовится. Потому что это не уровень, я вам скажу, такой, такие решения, когда переименовывают станицу историческую вот прям вот так вот, я не думаю, что кто-то из чиновников осмелится это согласовать. Это, если и было согласование, то вы понимаете схему. То есть это уровень даже не администрации президента. Такие риски обычные или даже большие клерки на себя не возьмут, потому что это все же просчитывается. Они очень часто возмущаются по поводу положения русских где угодно. В Украине, в Таджикистане, в странах Балтии. Им не нравится, когда страны на своей территории размещают или убирают или иные памники, делают то, что они хотят, потому что это их страна. Маша Захарова подвывает на Луну, не закусывает и всякое такое. Но как только касается Кадырова, все они такие в полуобморочном состоянии. Странные у них какие-то подходы. Сколько было воя по поводу изменения названий, допустим, в Украине. Даже бомбы авиационные начали в результате бросать, в том числе на эти города, с переименованными названиями, с новыми названиями, точнее со старыми новыми названиями. А тут как-то тишина. Не согласовано это. Кадыров это не согласовал. Кто бы мог подумать? То, что мы сейчас обсуждаем, то, что сейчас происходит в сети по этому поводу, ну, это не есть хорошо вообще для администрации, которая, в общем, заточена на то, что у нас была тишь, благодать, и чтобы мы вообще все, причем все не разжигали желательно. А тут, ну, зачем? Тогда резонно ожидать какого-то заявления со стороны администрации президента, или, по крайней мере, реакции со стороны официальных лиц. Владимир Путин в таких ситуациях частенько выпадает на мороз и никак не реагирует. После того, как один из якобы руководителей российских регионов сказал, что на него не распространяется российское законодательство, то ничего, была реакция Кремля. Не было реакции Кремля. Кремля, они тоже там делают вид, что они умерли, но мы знаем, что ВВХ еще нет. А зря. Может быть, было бы лучше всем. И чеченцам, и дагестанцам, и украинцам. Или не официальные реакции со стороны официальных лиц. Такое тоже вероятно. Вы таких сигналов ждете или нет? В нынешних обстоятельствах тоже важный момент. Принято решение уже. Если бы это решение обсуждалось, и переименование бы не случилось, я просто жду. Единственное, что сейчас Кремлянская республика скажет, что еще до конца эта процедура не прошла, это еще пока были планы переименовать, мы это еще обсудим. То есть таким образом руководство Чечни таким образом покажет, что не все так. Оно, как же, не готово согласовать, вообще говоря, это переименование, вот так вы говорите. Но я боюсь, что там уже решение принято, и федеральный центр скорее помолчит. То есть они надеялись, что Рамзан Кадыров даст заднюю, но Рамзан так не поступил. Младший Кадыров провел парад, и все они улетели в Саудовскую Аравию. Ну, в общем, дела у них там, принцы саудовские, и не только. Красные линии испытывают на прочность, что-то это все напоминает. И вопрос, да, вопрос, когда, не то чтобы это прекратится, но когда, по крайней мере, будет похоже на соблюдение некого баланса. Потому что сейчас все больше это напоминает такую разбалансированную систему. Как вам вообще такая параллель? Словосочетание красной линии в российских реалиях это, значит, символ слабости Путина. И в данном случае опять это произошло, что Рамзан Кадыров, принимая решение без согласования с Кремлем рисует свои линии. Я не уверен, что они красные, вот совсем не уверен, они, возможно, кровавые. Ну, месть же кровная, и линии должны быть такими. А кровь, она не всегда красная. Она, когда запекается, меняет цвет. Да нет, это такая уравновешенная хаосом система. Отношения между Федеральным Центром и Чечнёй, они всегда были такие, скажем так. Она вообще под лозунгом «Лишь бы не было войны». Честно говоря, Кадыров проявляет максимальную лояльность Центру, по крайней мере, в СВО Чечен участвует очень даже активно. Да-да, мы прекрасно знаем, кто сдал Курскую область, ну, не всю, а частично украинской армии. Это были Кадыровцы, которые, да, лишь бы не было войны, решили в этой войне не участвовать и банально просто разменулись с украинской армией. Сейчас там бои тяжёлые, но опять же, кто ведёт эти бои? Чеченцы или Кадыровцы? Ничего подобного. 155-я бригада морской пехоты, ну, наверное, поменяет очередной свой состав. То есть, война, да, без участия Кадыровцев. Только Апти Аронович воюет у Оли Скобеевой, а та всё время смотрит на него таким пронизывающим взглядом, с намёком. Забери меня с собой в Грозный. Апти, не ведись на это. На меня она тоже так смотрела. Хотела, чтобы я увёз её в Киев, но у нас нет. Нацистам въезд запрещён. И Апти Аронович это прекрасно сдает. Эти преференции, в общем-то, он таким образом и, ну, так, в кавычках монетизирует. То есть, он эту лояльность показывает, что, а что бы вы безналоги делали, в общем-то, так что спокойно, ну, да, здесь ничего страшного не происходит, всего лишь переименование. Так что, я не вижу здесь никакой разборозировки. Да и общественность, в общем-то, поворчит, поворчит, причём в глубине души, с некоторым даже уважением к Амерову, потому что, ну, и на самом деле, и русская общественность уважает силу. Да, вот ты прав абсолютно. Сила. Так вот мы быстренько и раскрыли тайну русского характера. В общем, кто ставит этих негодяев в позу барашка, тот и главный. Ну, отчасти это Путин, но этот же недостареет, а вот Рамзан Ахматович с новыми органами пышет здоровьем и не собирается давать заднюю. Поэтому, ну, что ж, если они не дают Чечне статус независимого государства, то, я так понимаю, пошёл процесс чеченизации или кадривизации Российской Федерации. А дальше будет что-то а-ля вот такие вот тенденции. Между прочим, внимание, слова целого безумного, но тем не менее, депутата Госдумы. Мы видим, как именно готовятся фактически колонны, колонны штурмовиков, которые будут, начнут с преследования там, узбеков, потом пойдут, естественно, чеченцы, дагестанцы, татары, и потом неправильные славяне. Вот уже, даже видно прямо технология врага, она уже, то, что называется, начинает под него формироваться боевые порядки. Да, только этот враг, он внутри. Это какая-то не то пятая канулона, не то еще какая-то. Вроде бы, казалось бы, что это все должны были быть происки Запада, но национальности, которые перечисляются, они какие-то, ну, в общем, не связаны с западным миром. Там даже украинцев нет, а все ведет к внутренним противоречиям и противостояниям, которые приведут к тому. А к чему же это все приведет? И с этого начнется все. Естественно, защита от этого будет сепаратизм, а вооруженные люди в регионах уже есть, в республиках, в том числе, там, в той же Чечне, например. Я думаю, все это прекрасно знают, чтобы как бы защититься от этого марша, да, по сути своей, разделения людей по этническому принципу, это фашизм. Ну, наконец-то, выяснили, что на россияне фашисты. Я думаю, тут все-таки нацисты определения лучше, но самое главное, мы услышали, у чеченцев есть оружие, а за какие заслуги это оружие было им поставлено? за хитрость, за хитрость Рамзана. И едва ли это все так закончится у них просто. То есть, я не говорю о том, что вот эти противоречия, которые мы сейчас все видим между Грозным и, соответственно, Москвой, ну и с соседями, они приведут к каким-то там жутким разборкам, и Россия займется сразу же собой и станет, как результат, безопасный, но тренд, он понятен, они все равно там не уживутся, эти пауки в банке. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. До побачения. А внимание, внимание Дагестан, внимание Чечня, Украина была, есть и будет, и этого вам тоже желаем.